Музыка Во дворце культуры юность праздник. Золотую свадьбу отмечают супруги Комяковы. Музыка Спасибо, мои хорошие. Для кого-то золотая свадьба – личный праздник, но только не для Эдуарда Федоровича и Тамары Фроловны. Тихо по-семейному отметить это событие не удалось, смеются Комяковы. Друзья из родного коллектива «Лучиношка», в котором супруги уже более четверти лет выступают, не позволили. А как же иначе? Эту семейную пару без преувеличения знают практически все саянцы. Знают и любят. За веселый нрав, за прекрасный голос, за энергетику добра, которой с радостью делятся они со зрителями, друзьями. Потому-то и поздравить со столь значимым событием, пожелать еще долгих лет совместной жизни, спешат не только дети и внуки. Администрация города, управление культурой, коллеги – нынешнее и бывшее. Ура! 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 56 с лишним лет назад молоденькая Тамара, выпускница школы и более взрослый, но все же юный Эдик, и не думали, не гадали, чем закончится их случайная встреча. Мне было 17 лет, ему было 19 лет. Как раз выпускной вечер, 10 класс я закончила, и после выпускного вечера мы с ним повстречались в парке. И вот задружили потихонечку. Она три года меня с армией ждала. Так что потом, я жил в закрытом городе, в Красноярске, 26, она оформила, пока я демобилизовался, она оформила документы и приехала. Вот так. Трудностей в жизни было немало. Пережили, преодолели. Относиться ко всему, говорят Комяковы, нужно с улыбкой и долей иронии. Так легче. Субтитры создавал DimaTorzok Такую серенаду подготовили мужчины-лучинушки своим женщинам. А чем не песня о любви, улыбается Эдуард Федорович. Но то на публику. Для своей любимой, да наедине, он более лиричен. У нас свой дом в Красноярске был. У кого яблоки, у нас дичка росла. Обыкновенная, маленькая такая дичка. Между ними у нас лавочка была. Вот он сел весь вечер, мне пел песни. Красивые песни. Мне так понравилось, я сразу в него влюбилась. Почти что с первого раза. Можно так подумать. Не взгляд, а так. С первого вечера. Так и дальше в жизни пошло. Песня помогает им на протяжении совместно прожитых десятилетий. Ругаются и то лишь на сцене. По сценарию. Марусенька, дороженька, расскажи-ка ты мне хорошенько. Расскажи-ка ты нам хорошенько. А кто были у тебя? А кто были у тебя? Твои гости без меня. А кто были у тебя? Твои гости без меня. Капитан был из Берлина. Харитина был. Соколизина. А солдатик молодой, с Беларуси родной. А солдатик молодой, в Беларуси родной. Марсенька, дарижейка, расскажи-ка ты мне хорошенько. Расскажи-ка ты нам хорошенько. А что пили у тебя, а что пили у тебя, А что пили у тебя, твои гости без меня. А что пили у тебя, твои гости без меня. В семейной же жизни таких разборок Эдуард Федорович не устраивает. Зачем? Она заругалась, я замолчал. Молчком ушел в ванную или в телевизор. Я с чужими мужчинами не гуляла, он с чужими женщинами тоже не гулял. У нас серьезных сур, как сказать, не было. Ну так вот бывает, что где-то задержится, не предупредил. Где там, что, ну в другой раз вот так вот, а так вот нет. С утверждением, что во всем Саянске нет красивей доголосистей парня, Тамара Фроловна полностью согласна. Эдуард Федорович также, уже пятый десяток, не может налюбоваться на свою красавицу-жену. Жизни своей без нее не представляет ни дня. Я без нее ноль, без палочки. Ну и потом я к ней так до того привык, что уже. А я хочу сказать другое еще. Вот мы когда с ним поженились, и вот с тех пор мы ни разу, ни одного отпуска не были. Мы всегда гуляли, ну отдыхали вместе. Вот как-то раз начальник, наверное, на Красмаше работали, 12 лет мы там отработали в Красноярске. И он, значит, мастером работал, а я электромонтажницей. И вот мне не дали отпуска, ему дали. И он пошел к директору домой и выпросил мне отпуск. И все равно мы отдыхали вместе. Мы сбыли, куда мы появлялись. Вот такой наглый. Даже к директору завода сходить домой, это же ужас какой. Я говорю, это ж надо так. Он пошел и выпросил. Ну что, говорит, я могу, домой пришел. Конечно, говорит, ладно, и чайте, говорит. Вот такой случай. В далеком 1976 году супруги Комяковы приехали в Саянск. Эдуард Федорович работал на Саянском пласте. Тамара Фроловна в ведомственном детском саду. На первый взгляд жизнь протекала, как и у сотен саянцев. Работа, дети, ежедневные хлопоты и заботы. Но было и есть в их жизни главное совместное увлечение, сопровождающее их и в горе, и в радости, помогающее и в буднях, и в праздники. Песня. У нас такая компания всегда, вот без песен мы не понимаем. У нас соседи собирались, смотришь, вроде юбилей какой-то туда, все, ну песен, ничего. Наелись, напились, разбежались. Я говорю, как вы так гуляете? Я говорю, не представляю, вот не представляю, как можно без песни гулять. Обязательно, маленечко поели, попили и давай песни петь, песни петь, плясать. И никогда не пьянеем, ничего. Ну о чем говорить-то целый вечер, если не поешь? Все время поем. У нас и такой народ нас окружает, все любят петь. И на даче собираем всегда, вот мы летом. И на даче три года нашли. Обязательно у нас какой-то суббот или воскресенье, значит, собираемся в кучу гармошка. У нас гитара, балалайка, все. Именно песни, говорят Комяковы, помогают им на протяжении многих десятилетий оставаться молодыми душой, не терять оптимизма и даже не болеть. Вот он заболел в больнице, я, говорит, не буду ходить. Я говорю, ну ты что, сдурел что ли? Давай ходить потихоньку, полигонечку. Ты, говорю, вот молодежь у нас пришла такая хорошая, такая талантливая, девочки, мальчики такие хорошие пришли. Я говорю, ты от них напитаешься энергией. И потихонечку, вот четвертый или пятый раз, ему, скажем, разом все лучше и лучше стало. А то хотел, не пойду и все, не пойду и все. И вот теперь, говорит, буду ходить. Я говорю, обязательно будем ходить. ПЕСНЯ Лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, городских, региональных, общероссийских и даже международных. Семейный союз Комяковых в первую очередь еще и творческий союз. Однако, чтобы дожить до золотой свадьбы в любви и согласии, считают Эдуард Федорович и Тамара Фроловна, это не главное. А секрета семейного счастья никакого нет. Просто взаимопонимание, любовь, дружба. И мы друг другу уступаем. Друг другу уступать. Вот самое главное. Валенечка, он завершился, я ему уступила. Где-то я, значит, немножко не так поступила, он мне уступил. И поэтому вот так живем потихонечку. Ну, ни разу не разбегались, кстати, за 50 лет, ни разу не разбегались. Ну, некоторые расходятся по 5 лет, по 6 не живут, потом снова сходятся, да? Сколько таких пар? У нас такого никогда не было. Да и не будет уже, с улыбкой замечают Комяковы, мечтающие, что через 10 лет они вновь соберутся с шумной, счастливой компанией. И вновь, как в молодости, услышат радостные крики друзей и родных. Горько! 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 3, 4, 5, по 7, по 7, по 7, по 8, по 7! Субтитры сделал DimaTorzok